Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и анализируем с точки зрения фундамента прошлую торговую сессию и, конечно же, пытаемся предположить, каким образом она скажется на дальнейшей динамике тех активов, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Сегодня, как и всегда, предлагаю начать с оценки ситуации, которая складывается на рынке энергоисурсов, тем более, что вчерашняя торговая сессия позволяет нам обратить на этот актив еще больше внимания, потому что вчера мы увидели очередной диапазон движения в районе 10%. В общем, качели по бренду продолжаются, уровни 30-35 держатся и с такой завидной прочностью своих максимальных вот этих планок, то есть максимальной и минимальной. Должно что-то серьезное произойти, чтобы мы, наконец-таки, выбрались из этого коридора, но нам, конечно же, нужно, чтобы мы покинули этот коридор не снизу вверх, а сверху вниз, потому что по-прежнему ориентируемся на более низкие ценовые значения по бренду и WTI. Вчерашняя торговая сессия. Минимальное значение 31.81. Мы видели, как брен добрался до этой отметки после того, как Иран сообщил министр нефти, в частности, о том, что не будет поддерживать договоренности, которые были достигнуты в ходе состоявшегося внеочередного, можно так сказать, заседания ОПЕК, поскольку будет придерживаться старых планов по увеличению производства. Мы знаем то, что куварно такие планы предполагают поднятие уровня выработки до 3,5 миллионов баррелей в сутки вот в перспективе ближайших 6-8 месяцев. Текущие объемы после снятия финансово-экономических санкций уже составляют 2.99, и рост составил больше 100 тысяч баррелей в сутки. После того, как эта новость появилась на рынке, бренд тут же потащили вниз. Я уже поверил, что вот он, дополнительный триггер, который станет причиной серьезной разгрузки бренда. И поможет нам преодолеть поддержку в районе 30-ки и двинуться вместе с прочими участниками рынка к следующему уровню поддержки в районе 25-ти. Но потом настроения быстро изменились, и Иран, который сначала спровоцировал негатив в отношении, опять же, торговли позициями черного золота, стал причиной повышенного спроса на эти активы, потому что позиция Ирана резко изменилась. И, в частности, это ближневосточное государство сослалось на то, что будут поддерживать инициативу, предполагающую заморозку объема производства на прежних значениях. Прежние значения, вы знаете, это договорились январьские максимумы. Очень странная позиция, но, может быть, дальше слов, скажем, делом не последует, потому что мы вчера останавливались на этом моменте, активно обсуждали факт прошедшей встречи и вроде бы как определились с теми последствиями, которые стоит ожидать дальше. ОПЕК может говорить все, что угодно. Единая позиция не увеличения, опять же, объемов выработки, она не предполагает того, что эти положения будут соблюдаться. Тем более, что Иран действительно освободился от санкций, и это предполагает возможность увеличения объема производства. И даже, в частности, согласно последним комментариям, Иран сделал такой легкий акцент на то, что все страны должны прекрасно понимать, в каком положении сейчас находится это ближневосточное государство. Может быть, если копнуть еще глубже между строк, мы все-таки заметим нерушимость прежних планов и целей поднятия уровня производства и задействовать дополнительные производственные мощности в рамках иранского государства. Потом, если пойти еще дальше и все-таки свести вот эту солидарную позицию к тому, что за словом пойдет и дело, и действительно страны, которые сейчас и создают основную угрозу для переизбытка приложения, ключевые производители все-таки не будут повышать дальше планку выработки, а ставят ее на прежнем уровне, это все равно очень много нефти. Потому что даже текущее значение, январьские, вы помните, для России, это вообще постсоветские уровни, в частности, 10,88 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия также на максимальных уровнях 10,23. Про прочие регионы мы говорили, Ирак, Иран, также очень высокие значения по производству. И если заморозить выработку на текущих значениях, все равно переизбыток составит свыше 300 миллионов тонн нефти в год. На такое количество нефти не найдется спроса, тем более на фоне слабеющей мировой экономики. А значит, долгосрочно мы все-таки должны исходить из фактов, из реальных цифр и статистики, которые указывают нам на то, что позиции черного золота сейчас имеют только привлекательность с точки зрения спекулятивного спроса. Но эти настранические факторы, они быстро покидают рынок и участники возвращаются к фактам. Поэтому мы смотрим за тем, как развивается ситуация дальше, понимаем то, что уровень 35 преодолеть будет очень сложно. Да, мы можем потестировать это значение, но мне лично будет очень интересно посмотреть, на каком фундаменте нефть может сцепиться выше этой отметки и уж тем более набраться храбрости, чтобы сходить еще выше. Смотрим за нефтью, все-таки ориентируемся на то, что вот-вот должно последовать коррекционное движение, которое потом возвратится в канал нисходящего тренда. Мы ждем движения ниже 30 долларов за баррель. Также отмечу, что вчера, точнее не вчера, а сегодня в 0.30 по московскому времени вышли данные по запасам нефти, АПИ. Запасы снизились на 3,3 миллиона баррелей в сутки. Возможно, это сейчас оказывает локальную поддержку бренда. Но вслед за этой статистикой сегодня у нас в 19.00 по московскому времени уже официальные цифры от Минэнерго США. И здесь я все-таки предлагаю ориентироваться на прирост запасов, который может охладить пыл быков, толкающих этот актив сейчас выше оправданных, а может быть даже и разумных уровней. В общем, ждем снижения, визуализируем, закладываем это через фактические ожидания, смотрим за дальнейшими цифрами, отчетами, актуальным новостным фоном и надеемся, что все-таки бренд, точнее логика возобладает отношение этого актива и мы сможем увидеть сползание. И WTI, кстати, тоже вниз к уровню 30 долларов за баррель. Российская валюта сейчас на премаркете 75.09, через 50 минут откроются торги, и, соответственно, мы знаем то, что восстановление нефти является ключевой причиной роста рубля. Вчера это полностью было оправдано, такая соотносительная динамика, то, что восстановление бренда до, по сути, 35 долларов за баррель подстегнуло повышенный спрос и на рубль. В частности, 75.09 это также очень важное, может быть, даже психологическое значение с точки зрения поддержки, так же, как и для бренда, это 35. Если каким-то чудом бренд завалится выше планки 35-36, то тогда российская валюта сможет продавить и американского конкурента ниже 75. Но вероятность этого крайне низка. До налогового периода остается еще полноценный. Неделя 25 февраля мы с вами обсудим цифры. Исполнение налоговых обязательств российских экспортеров по НДПИ это, ну да, приличная сумма, конечно же. Но все-таки до тех пор я надеюсь, что нефть будет создавать больший такой противовес негатива для рубля, и рублю придется ориентироваться только на нее. Поэтому от 75 жду по-прежнему отскока. Считаю то, что сегодня мы будем наблюдать консолидацию 74.50-76. Но в целом это будет позиционирование постепенного перехода на уже новый вектор девальвации и движение выше 80 рублей против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. Снова очередная торговая сессия разгрузка. Правда, не так много евро потеряла в ходе вчерашней торговой сессии. Хотя могла бы потерять, наверное, и больше. Ключевой фактор, думаю, вы со мной согласитесь, это очевидное улучшение рыночных настроений. Если посмотреть на динамику американской фоновой секции Европы, индексы плюсуют. А сегодня, кстати, на азиатской сессии мы видим, как шанхайский композитный индекс прибавляет больше 0,2%. Поэтому Азия у нас традиционно является предвестником интереса к фонде на всю торговую сессию. Если мы так позитивно начинаем с азиатской торговой сессии, то, быть может, евро сегодня не сможет ориентироваться на статус валюты фондирования и финансирования. То есть тот статус, который позволяет расти главному валютному риску на фоне рыночной паники. Сейчас этой паники нет. Поэтому больше нужно склоняться к тому, что трейдеры постепенно начнут фокусироваться на национальном фундаменте. На этой неделе у нас было достаточно дополнительных поводов, указывающих на то, что все сектора валютного блока остаются, скажем, в явном аутсайде. Мы видим то, что это сказывается на темпах экономического прироста и используем это в качестве еще одного сигнала того, что в марте мы что-нибудь дождемся от Европейского Центрального Банка через изменения монетарной политики. И мы знаем то, что помимо слабых отчетов у нас есть еще своего рода вербальные, скажем, заявления непосредственно руководства ЕЦБ Марио Драги, который допустил возможность действия уже по итогам следующего заседания Европейского Центрального Банка. Против евро сейчас действует локально еще и спрос на американца, потому что мы видим, как меняется доходность американских трежерис, и спрос на доллар сейчас связан, опять же, с резонансом на опубликованные вчера поздним вечером протоколы последнего заседания ФРС. Это ключевое событие, может быть, этой недели. По факту уже видим то, что волатильность была не такой, как хотелось бы нам увидеть, но, может быть, это также не очень плохо, потому что при неблагоприятном, конечно же, сценарии мы могли бы увидеть уход, точнее, реакцию от активов не в том направлении, в котором нам нужно. С чем связана такая сдержанная реакция на протоколы? Я думаю, что ключевая причина – это такой дисбаланс оппозиции, который был озвучен. В частности, к протоколам мы подбирались через возможности увидеть дополнительные намеки мягкого характера на измене денежно-кредитной политики. И в качестве фундамента для такого сценария у нас выступали заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, которые мы анализировали на прошлой неделе. Напомню, что Джанет Йеллен сослалась на то, что текущие финансовые и экономические условия могут стать причиной замедления темпов роста американской экономики. То есть, опять обозначила глобальные риски, которые сказываются на американской экономике. Инфляция будет стяжаться, по словам, из-за давления цен на энергоносители, а вследствие этого ФРС задумается о том, стоит ли на мартовском заседании принимать решение о еще одном повышении процентной ставки. Рынок, если вы помните, на прошлой неделе однозначно воспринял это как мягкий подтекст и мягкую риторику. То есть, отсутствие намеков на повышение процентной ставки стало причиной слабости доллара. Честно говоря, от протоколов можно было логично ожидать еще большего ослабления американца. Но все-таки протоколы, они уже отражают позицию не только председателя ФРС, но и позицию всех голосующих членов. И согласно этой позиции стало ясно то, что большинство все-таки ориентируется исключительно на национальную макроэкономическую статистику и получая какой-то позитивный сигнал со стороны рынка труда и прежде всего инфляции, ФРС через большинство уже может все-таки вернуться к циклу дальнейшего повышения процентной ставки. Также большинство голосующих членов сослалось на то, что целевой показатель 2% по инфляции может быть достигнут в гораздо более короткие сроки, чем прогнозировалось ранее. Стоит только нефти возобновить свое прежнее бычье ралли и стоит только сохраниться позитиву на американском рынке труда с точки зрения прироста зарплатных плат. Но с этим мы знаем, что в США пока что все нормально. Поэтому негатив, который мы могли бы, наверное, услышать по факту протоколов, был нейтрализован вот этими жесткими, на мой взгляд, более жесткими комментариями со стороны руководства, другого руководства, не непосредственно со стороны председателя, а, скажем, прочих монетарных чиновников. И нейтрализация стала причиной того, что трейдеры практически, можно сказать, проигнорировали протоколы. Ну, я считаю то, что диапазон хода в несколько десятков фунтов – это ерунда от такого события, как протоколы. Сегодня у нас обещают быть достаточно спокойной торговой сессии, потому что важных отчетов сегодня по европейскому региону уж точно нет. Завтра у нас, правда, серьезная цифра по инфляции, и она очень неплохо будет контрастировать, опять же, с той оценкой, точнее даже не… ну да, правильно, с той оценкой, которую мы услышали по факту опубликованных протоколов. Если инфляция сможет прибавить, значит, доллар получит очень неплохой стимул для роста, потому что снова на рынке будут актуализированы спекуляции, потому что ФРС продолжит разгонять процентные ставки. Но об этом мы поговорим подробнее завтра. Сегодня, как я уже отметил, важных отчетов европейского фона из еврозоны не предвидится. Если и обратить внимание, так это на американскую статистику и еще на отчет по экспорту Швейцарии. Поэтому плавно давайте я предлагаю вам перескочить через фунт и сначала перейти к швейцарцу. Актуальные котировки на текущий момент по паре USD с WC 0.99 с небольшим, 0.9911, в частности, хай вчерашнего дня, 0.9939. Напоминаю то, что почему мы стали активно спекулировать на росте этой валютной пары. Потому что помимо присутствующих ожиданий все-таки роста на бакс, у нас есть еще и четкое свидетельство того, что Национальный банк Швейцарии последует делом за словом и проведет валютные интервенции в том случае, если что-то будет угрожать дополнительной дороговизне франка. В частности, дорогой франк, безусловно, Швейцарии не нужен. И я считаю то, что сегодняшний отчет по экспорту, который выйдет буквально через 45 минут, обратите на него внимание, может показать нам о состоянии торгового баланса. Если мы увидим то, что экспорт снизился, значит, можно будет точно говорить то, что последняя паника на финансовых рынках, вот неделя ранее спровоцировавшая приток капиталов и средств в швейцарский франк, стала причиной ухудшения, скажем, одного из ключевых компонентов торгового баланса. И если действительно мы сможем увязать это единым фоном, значит, Национальный банк Швейцарии может вернуться к более решительным действиям через дополнительные меры экономической поддержки, направленные на ослабление курса национальной валюты. Поэтому USDC, я по-прежнему уверен, что у нас паритетное значение уж точно не за горами. Были, конечно же, основания добраться до этого значения еще в рамках вчерашней торговой сессии. Но немножко мы запаздываем с этим. Я думаю, что подождем еще чуть-чуть и непременно окажемся выше паритета. Не выходите из длинной сделки по USDC. Далее делаем фунт против доллара. Актуальные цифры на сейчас котировки 1,4293. В частности, у нас идея торговли предполагала продажу с отметки 1,4275, 100+, у нас 1,4350. Мы по-прежнему делаем ставку на ослабление британцев, потому что у нас в связи с этим заряжен фундаментальный негатив. Напомню, что в начале недели у нас были слабые цифры по инфляции. Месячный показатель оказался на уровне минус 0,8%. Это фактическая дефляция, которая сказывается на потребительской активности. И единственное, что могло, наверное, повлиять на изменение настроений, это хорошие цифры по росту зарплаты. Но вчера, вы знаете, по факту отчета, зарплаты в рамках английской экономики и английских потребителей выросли всего лишь на 1,9% против прошлого 2,1%. Безработица 5,1% против прогноза 5%. Я считаю то, что это очевидные плохие макроэкономические отчеты. И, соответственно, у нас еще один сигнал того, чтобы планомерно не отказываться от идеи того, что потребительская активность будет снижаться. Да и, в принципе, английская экономика будет и дальше слабеть. Хотя, наверное, это сейчас характерно для всех развитых рынков. Еще хотел сделать акцент на состоявшееся интервью голосующего члена Банка Англии Маккаферти. Вы знаете то, что на протяжении всего 2015 года это был единственный человек из 10 голосующих членов, который голосовал за необходимость повышения процентной ставки. И в ходе последнего заседания Маккаферти изменил своей экономической позиции и, собственно, проголосовал против повышения процентной ставки. Сейчас единогласно все монетарное руководство Англии склоняется к тому, что повышение ставки не видать Англии как своих ушей, потому что условия за последнее время серьезно ухудшились. И сам Маккаферти, который был самым жестким представителем, отметил, что причина, вследствие которого он изменил свои взгляды, это крайне низкие показатели инфляции и недостаточный рост заработных плат. Если эта статистика убедила его, я думаю, что НАСА, она должна убедить подавно. Это значит то, что фунт долгосрочно будет слабеть. И вы знаете, у нас есть среднесрочный ориентир, который по фунту против доллара значится на отметке 1.40. Я думаю, что мы туда непременно доберемся. Доллар японской иены. Здесь стоит отметить динамику американских долговых бумаг. Трежерис, то, что доходность какала, это сказывалось на сначала спросе на доллар, потом разгрузки американской валюты. Потом мы стали ориентироваться на протоколы. Здесь также позиция двойственная. Неоднозначное впечатление. Нейтрализация эффекта жестких, точнее мягких комментариев Джанна Титилин мягкими комментариями со стороны прочих представителей ФРС. Поэтому волатильность по USD-йена вчера также была незначительна. Сначала по факту выхода протоколов доллар против иены осла, потом, собственно, снова набрал высоту. Актуальные котировки сейчас 113.94. Все-таки стоит отметить то, что USD-йена идет на тестирование сопротивления 115, откуда мы готовимся покупать эту валютную пару. Я думаю, что сейчас даже больше стоит сделать акцент не то чтобы на национальную статистику по США, хотя отчеты были очень неплохие. Вчера промпроизводство, промышленное производство, кстати, выросло до 0,9% против прошлого снижения на минус 0,4%. Ну и также был еще и отчет по индексу цен производителей, который у нас выступает предвосхищающим предпоказателем инфляции. То есть можно ориентироваться по инфляции на два компонента. Это рост заработных платы и индекс цен производителей. Рост заработный вклад. С этим все нормально, как я отметил в ходе брифинга. В частности, уже через пару недель вернемся к новым цифрам. Но я думаю, что они также будут больше добавлять позитива в этом плане. И индекс цен производителей плюс 0,1%, прирост и еще один позитив. В общем, надеемся на то, что инфляция продолжит понемногу двигаться по повышательной, а значит это позволит представителям ФРС вернуться к прежним жестким комментариям. Что касается сегодняшней торговой сессии и на что стоит обратить внимание торговцам и трейдерам, которые предпочитают спекулировать долларом. Это заявки на пособие по безработице. Традиционный еженедельный отчет и я жду очередного позитива, хотя такой позитивный тренд сохраняется для этого отчета уже на протяжении практически 50 недель. Ну и как следствие мы видим то, что и безработица уже на уровне 4,9% это лучшие цели, которые когда-то руководствовался ФРС. И еще отмечу, сегодня утром были опубликованы данные по рынку на труда Австралии, в частности, если у вас не было возможности посмотреть за этими отчетами, говорю сразу, что статистика плохая, безработица 6% против прошлого 5,8%. Что касается роста занятости, то количество, точнее безработных увеличилось на 7,9 тысяч против прогноза сокращения на 15 тысяч. Также контраст очевидный. Поэтому вспоминаем протоколы заседания Резервного банка Австралии, то, что неоправданный оптимизм, который должен непременно быть замещен распродажами австралийца. Эта статистика добавляет нам аргументов в пользу того, что австралийца нужно и дальше продавать. Я это, собственно, и предлагаю и делать. По Новозеландцу ждем уровень 0,65. Вчера, правда, отскочили от него 66,53. Но думаю, что скоро вернемся. USDCAD. Актуальные котировки 1,3654. Восстановление нефти стало причиной серьезного ралли и по паре USDCAD. Действительно, канадец очень неплохо продавил позиции доллара. Если бренд у нас закрепится выше отметки 35 или даже лучше 36, тогда вернемся к паре USDCAD и посмотрим, как действовать дальше. Может быть, придется, конечно же, покинуть расположение этого дуэта валютных активов. Из важных отчетов резюмирую. Ждем данные по экспорту Швейцарии через 38 минут. После этого переключаемся на состояние американского рынка труда в 16.30 по московскому времени. И в 19.00 по Москве выйдут данные по запасам нефти по версии Минэнерго США. Официальная статистика. И ждем все-таки прироста и давления на позиции бренда. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, каналы коммуникации прежние, канал на YouTube и, собственно, форума Markets. Оставляйте их. С радостью отвечу на все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok